18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. С верой нужно приступать к этому. Святое крещение. 2500 жителей курорта приняли участие в традиционных купаниях. Сегодня для нас одна очень важная задача – чтобы мы жили в мире. Патриотизм прививается с детства. Анапчане стали призерами краевого конкурса на приз имени маршала Георгия Жукова. Это очень интересная и разная работа. Добро пожаловать в Анапу. Управление архитектуры продлило сроки приема заявок на участие в конкурсе проектов въездных стел. Дисциплина, традиции предков, патриотизм, уважение к старшим и их труду. Войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Николая Далуда и глава города-курорта Юрий Поляков побывали в первой школе муниципалитета, которая получила статус казачьей. Привет! Мне вас рада приветствовать. И я тебя рад приветствовать. Хотела бы вас пройти в автовый зал. У нас есть класс, 6-й архитектуры. Ты же на командире? Нет, я на командире. А командир чего? На командире. Экскурсия для почетных гостей. Войскового атамана Николая Далуды и главы города-курорта Юрия Полякова. Ее проводят сестры-казачки из 10-го класса Алина и Мелита Шевченко, а также шестиклассница Анастасия Гузий. 18-я школа в Юровке, первая в муниципалитете получила официальный статус казачьей. Здравствуйте, господа казахи! Здравия желаю, господин Атаман! Первый казачий, 6-й класс появился здесь около 10 лет назад. Затем педагог начальных классов Ольга Мельниченко, потомственная казачка, узнала, что в других районах края казачьим воспитанием начали заниматься с первого класса. Она решила применить этот опыт на малой родине. Сейчас у нее второй казачий класс, уже третий набор. Я вижу разницу даже в глазах. Вот вы посмотрите в глаза. Они у них осознанные, осознанные. Они более воспитанные, они более дисциплинированные. Они знают больше о традициях, они больше уважают старших. Они никогда не позволят себе выбросить кусок хлеба. И даже когда они проходят, и другие дети случайно кто-то роняет, они обязательно подымут или скажут об этом мне. Я считаю, что результат положительный есть, и что нужно продолжать это. Специальный уголок, где можно познакомиться с бытом предков. Большинство предметов подлинные принадлежали дедушкам и бабушкам сегодняшних жителей Юровки. Казачата говорят, что им нравится строевая подготовка, военное дело, само собой, знакомство с лошадьми и азами верховой езды. Все это – дополнение к стандартному среднему образованию. Очень много планов у нас в дальнейшем. Когда уже сейчас мы получили стандартную казачьей школы, много проектов, много различных целей, которые надеемся, что мы осуществим вместе с управлением образования, с нашим районам, потому что детям это интересно, родителям это интересно. Помимо сбора данных об истории села и края, здесь намерены обучать девочек вести домашнее хозяйство, варить борщи, печь пироги, ухаживать за приусадебным участком. Кроме того, ввести уроки профессионального мастерства на базе местных агрокомплексов, чтобы у выпускников было больше шансов найти работу. Александр Ребека. Анапа. Регион. Около двух с половиной тысяч жителей и гостей города-курорта приняли участие в крещенских купаниях. Они проходили на трех специально оборудованных площадках. На центральном пляже, на пляже Малая Бухта, а также Станица Благовещенская. Городские службы предприняли максимальные меры безопасности. Специальное табло на входе. На нем температура воды и воздуха, чтобы каждый смог оценить свои силы. Специальные мачты освещения, запитанные от переносных генераторов. Здесь их четыре. Машина скорой помощи и два экипажа спасателей с гидрокостюмами. Общее число дежурных полицейских, медиков, спасателей, казаков – около ста человек. В этом году у нас штормовое, конечно, по Благовещенке. Там чуть-чуть ребятам потяжелее сегодня будет, там попрохладнее. Но в Анапе, как мы видим, погода нам сюрпризов не делает. Кто-то пришел, чтобы попробовать для кого-то этот дань традициям. Приходили компаниями и семьями. Протоиерея Александр Карпенко, который проводил чин освещения воды, сравнил Черное море с Большой купелью. По его словам, традиция окунаться в крещение добрая, хотя и не церковная. Дорогие, с верой нужно приступать к этому. Неправильно говорят то, что грехи смываются, когда ночью на крещение копаешься. Неправильно. Это все язычество. Грехи смываются слезами. Слезами покаяния, в таинстве исповеди. И как бы мы не моржевали каждый день и каждую ночь, но грех остается грехом, покуда не будет прощен Богом в таинстве церковном. На всякий случай лодка, хотя заплывать далеко никто особо не пытался. Заход по Анапске, с пляжем. По словам Ивана Хадарина, вода бодрит. В крещенскую ночь к морю пришли около двух с половиной тысяч жителей муниципалитета. Как говорят в городской службе спасения, мероприятие прошло без происшествий. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В хуторе «Рассвет» стартовал экспериментальный проект. Здесь на базе школы номер 21 открыли необычный класс для детей с аутизмом. С 15 января 11 первоклассников, которые ранее занимались на так называемой семейной форме, получили возможность посещать занятия в общеобразовательной школе и дополнительно получать коррекционную помощь. Этот кабинет – что-то среднее между школьным классом и комнатой в детском саду. В нем пять парт, они скорее похожи на кабинки. В классе пока всего одна учительница. В школе номер 26 «Хутора «Рассвет» эту обязанность на себя взяла Елена Витязь. Она работает с каждым учеником по индивидуальному плану и графику. Пока один учится складывать и рисовать, другой может играться с любимой игрушкой. Для нас это все новое. Мы с такими детками не работали, но проходили обучение для детей с ограниченными возможностями. Поэтому педагогический стаж, который имеем, стараемся находить подход к детям. Подобный класс в Анапе открыт впервые. Этот смелый эксперимент удалось организовать благодаря поддержке депутата городского совета Светланы Хижняк и Управление образованием администрации. Первый класс для детей-аутистов с умственной отсталостью в Анапе открывается впервые. Опыт работы с такими детьми есть уже на территории Российской Федерации, да и Краснодарского края. В принципе, и в Анапе тоже. Единственное, что дети с умственной отсталостью, дети-аутисты, обучаются у нас в коррекционных образовательных учреждениях, специализированных классах государственных учреждений или отдельно, единично в классах для детей при отсутствии заболеваний, то есть общеобразовательных классов. Естественно, что потребность ежегодно растет в обучении таких детей. Мы социализируемся, потому что к нам и приезжают, и наши дети появляются с заболеваниями, именно аутизм, именно умственная отсталость. Но пошли мы навстречу родителям, потому что детей много. Огромную помощь при организации процесса оказали Центр армянской культуры и газовики. Они выполнили капитальный ремонт помещений, заменили половое покрытие, обшили гипсокартоном и покрасили стены. Установили новые подоконники и батареи. Сделали навесной потолок с новым освещением. Мы начали в ноябре месяце, собралась инициативная группа. Вот с ноября месяца по январь силами подрядчиков проекта «Турецкий поток», это компания «Сайпим», «Олмастрой», «Ома», «Тоцы» нам удалось подготовить класс и комнату для разгрузки детей для учебного процесса. Теперь ребята посещают школьные занятия, осваивая предметные азы с учителем-дефектологом. По адаптированным программам, разработанным согласно федеральным государственным стандартам. Мамы необычных ребятишек тоже здесь. В учебный процесс не вмешиваются, но всегда готовы прийти на помощь педагогу. Мы это сделали, но это только начало. Нам еще предстоит огромная работа. У нас очень еще серьезные проблемы и кадрового плана. У нас недостаточно ни тьютеров, ни педагогов. У нас нет узких специалистов для работы с нашими детьми. У нас нет, ой, пока еще транспортом вопрос до конца не решен. Очень много нюансов. Как бы это только начало. Если мы будем так же в том же духе продолжать, работая вместе, то мы сможем добиться результата. Отдельный класс в этой школе для детей-аутистов пока пробный и не может в полном объеме функционировать как ресурсный класс. В России такая форма обучения еще тоже находится в начале пути. Из 89 регионов обучением детей с расстройствами аутического спектра в стенах общеобразовательных учреждений занимаются только в семи городах. А НАПА теперь имеет все шансы стать восьмым. Руслан Душевский, АНАПА-регион. Наша телекомпания продолжает следить за ходом конкурса проектов въездных стел. Прием работ продлили до 5 февраля. После новогодних каникул появилось много желающих, которые об этом попросили. Наши корреспонденты узнали у одного из них о мотивах участия в конкурсе. Возможно, уже к лету этого года здесь появится новая стелла. Конкурс объявили в начале декабря прошлого года. Так как почти две недели пришлись на подготовку к Новому году и каникулы, в управлении архитектуры решили продлить срок подачи заявок с 15 января до 5 февраля. Звонки продолжают поступать как с Краснодарского края, так и из других городов. Пока в распоряжении комиссии около десятка заявок. Это очень интересные и разные работы, потому что есть и проекты от архитекторов, где прослеживается, может быть, монументальность или какая-то более серьезная работа. А художники, дизайнеры могут и предоставить работы от руки в плане просто эскизных работ, нарисованные. Всех тайн в управлении архитектуры не раскрывают. Рафи Казарян работает в одной из крупнейших проектных организаций города-курорта. Он принял участие в конкурсе, потому что появились новые технологии и материалы, а у Анапы богатая история, следовательно, и поле для творчества. Наш город является достаточно античным. С большой такой историей есть целый город Вергипи. На основе этого хотелось создать образ чего-то старого и совместить с чем-то новым. Добавить какие-то современные элементы для того, чтобы сделать этот образ нашего города современным. Уже поступают работы, в которых используется новый бренд города-курорта. Принять участие в конкурсе могут те, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно сформулировать идею, предоставить чертежи, описать концепцию и технологию производства, продумать ночную подсветку, а также вмонтировать изображение в цифровую фотографию местности. Проконсультироваться можно в городском управлении архитектуры, а оперативную информацию о ходе конкурса узнавать на официальном сайте муниципалитета. Александр Ребека, Руслан Душевский и Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Тимашевске подвели итоги краевого конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз имени маршала Георгия Жукова. Это мероприятие проходит уже 11 лет подряд и выявляет сильнейших участников из всех муниципальных образований Краснодарского края. В этом году в число призеров также попали и анапчане. В торжественной обстановке анапская делегация получила заслуженные награды. В торжестве приняли участие делегации муниципалитетов Краснодарского края, призеры и победители конкурса, военнослужащие, ветераны, представители органов исполнительной власти. Участников приветствовали заместитель руководителя Департамента по делам казачества Краснодарского края Валерий Каначевский, председатель краевой общественной организации памяти маршала Жукова Вячеслав Головко и глава Тимошевского района Алексей Житлов. Сегодня для нас одна очень важная задача, чтобы мы жили в мире, чтобы наше отечество было очень мощным. Как говорит наш президент, патриотизм – это иммунная система народа. И когда эта иммунная система дает сбой, появляются очень серьезные проблемы. И, конечно же, наша главная задача – этого не допустить. Этот краевой конкурс проводится в Краснодарском крае с 1997 года. В нем принимают участие поисковые и военно-патриотические клубы, средства массовой информации, образовательные учреждения, библиотеки и музеи, ветеранские организации. Награждения проходили в 18 номинациях. Анапа также вошла в тройку призеров конкурса. За вклад в патриотическое воспитание и сотрудничество с общеобразовательными учреждениями третье место завоевал Анапский институт береговой охраны. На втором месте – ветеран военной службы, краевед Валерий Валиев. В этот раз я подготовил работу по участию военно-исторического общества и боевого братства Анапы в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ну и приложил свои произведения, свои стихи, написанные по данной теме. В планах в будущем подготовить небольшую работу, опубликовать ее в наших СМИ, посвященную прежде всего 100-летию нашей армии 23 февраля, 100-летию комсомола, потому что комсомольцы вынесли весомый вклад в военно-патриотическую работу и воинскую славу нашей страны. Перед победителями и призерами конкурса выступили участники поста номер один, образцовый танцевальный коллектив «Истоки», камерный хор районного Дома культуры и вокальный ансамбль «Поющие сердца». А в завершение праздника все желающие посетили выставку декоративно-прикладного искусства. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...